друзья всем привет меня зовут катя приехала на рабочий участок сейчас вам покажу лиственницу которую получила из тайги лиственница хорошенькая покажу куда ее посажу и и потом к соседке еще соседи тут тоже там мульчирование начала делать крупной корой интересно получилось решили продолжить в общем все в этом видео спасибо что заглянули в гости надеюсь вам будет со мной интересно вот сюда буду сажать лиственницу или болоту и она погибла покажу газончик как обычно злаки мои прижились каменные розы тоже на месте хотя здесь были такие потоки воды попала в ливень видела думала смоет нафиг молодила но все в порядке они прижились пошли расти там у меня уже подготовлена лопата а вот лиственница кстати эти разрастаются композиции цветут уже повторно цветочки уже убрать отсветшие так все прекрасно и газончик себя хорошо чувствует так вот лиственница ее полила немножечко подсохла при пересылке чиф стив виппер смотрите какой посадочный материал но я распакую посажу покажу ее на месте хорошенько все прекрасно у нее стволик хорошенький в общем все хорошо доехала она высокая вот так вот с горшком на больше двух метров наверное но посажу наверно около двух метров будет вот еще показать как вербейник то хорошо пошел задумка сейчас он сползет как и хотела вот и здесь вот композиция тоже в лайки сажала вот этот вот прижил ну в принципе эти тоже прижились прекрасно себя чувствуют посаженные гейхеры тоже надо прополоть здесь вообще здесь надо замульчировать туй которые я сажала тоже себя хорошо чувствует вот эти туй конечно надо будет все таки поменять меня спрашивали чувствую ими не так я когда здесь они тоже были все погибшие я когда их вытащила во первых посадочный материал был ужасный у них обрублены корни на глушняк были то есть ну то есть вообще там ни одного всасывающего корешка они просто были изначально очень сильно ну корневой системы практически не было все порублены и они стояли так сколько ну два сезона они отстояли и начали чахнуть поэтому у нас собственно пошел под замену а это вновь посажены у них отличные корни были в горшке там много саживающих корешков но я показывала видео я прикреплю в конце когда их высаживала и в принципе все хорошо есть когда были ливни из конечно стояла водища растение вроде пережили но немножко покосило потому что смывала прям смывала и ураганы были штучки чуть-чуть покосило так здесь вот про полочку сделаю там гортензию мы сажали с вами лаем light выбрали он она уже вся заложила цветы то есть она была на бутончиков сейчас уже цветет я прошлый раз подкислила добавила кормовую серу но не знаю смыла серу или нет потому что как раз я ее подкислила и потом пошла вода пошла пошла и вся утекла зашла вкусил купился перекусить а то мама меня ругает ты горит едешь на целый день ничего с собой не берешь взяла перекусить что-то лепешку индийскую да салатик с покушаем и побегу побегу работать покушаем с вами если не возражаете на жара наступает у нас прям прямо даже эти рост гидрометцентр предупредил пейте перед больше воды только не было не было лета то стресс пожалуйста надо побыстренько покушать и бежать на второй участок я вообще конечно забегалась если честно то тут какой-то салатик со свеклой щетой и кино киноа киноа на дне вкусил даже вот ложечки вилочки можно взять я не перемешаю купили классно что много для веганов вегетарианцев еды но у меня тут была проблема этот купила йогурт йогурт ацидофилин вкус вилле и мне через вот я выпила и мне через час так плохо стало извините за подробности полоскала всю ночь на следующий день я просто лежала как этот не знаю отравилась конкретно не за такого не было сколько раз покупала просто прям конкретно прошел час я почувствовал что мне плохо чувствую желудок на этих стал умер вкусненький салат кстати запеченная свекла фета и киноа такое можно самому готовить ну я день провалялась следующий вообще не ела ничего была никакая на следующий день уже нормально слабость правда была весь дом убрала нормально выжила такое тоже бывает все равно же дела пошла во вкус вилл надеюсь со мной все будет в порядке какой-то закате лепешка картофель не просто говорят катя кушать очень куда я ничего не ешь очень много пытаюсь потом случается какая-то фигня видео отравление и все что наела все улетает как будто картошечка карри ничего вкусно сейчас поем пойду работать извините что жую чавку вместе с вами у меня опять такой влог ладно покушаю включусь потом опять я посадила лиственницу здесь конечно нужна арматура не знаю где здесь в поселке найду арматуру положила туда камни если будут ветра чтобы не дай бог не сдуло думаю надо еще туда камешков доложить корневая то размер горшка я взяла с собой культифорд сейчас пролью и корневую систему но это сами на кислотами для укоренения хорошо тем более жара наступает надеюсь что она приживется вот так вот на вид прямо все замечательно и наверное еще по кроне каким-нибудь мегафолом пройдусь и вообще по всем растениям пройдусь мегафоль чеком вот попалю сорнячки покажу газонтика пойду дальше даже кстати неплохо камешки смотрится надо еще сюда положить а всегда так делаю когда у меня вот свеже посажены я кладу тяжелое тогда камни держит вот этот вот ком пока укореняется еще капельный полив вот и маленький шанс того что ветром сдует поэтому сейчас камень сюда еще вот положу хотя бы пока хотя я уже так несколько лет назад положила под свою лиственницу они у меня так и лежат смотрится неплохо поэтому таскаю здесь и камешки перетаскиваю вообще конечно нужна арматура не знаю спрошу может где-то найдется посмотрим сосну я подстригала в прошлый раз конечно поздновато было но принципе есть проблемы знаете в чем здесь ландшафтник как сажал под этим делом агротекстиль где-то он насыпал песка на агротекстиль и глубина здесь от 20 до 30 сантиметров то есть они сняли 30 сантиметров положили геотекстиль насыпали сверху песка и посадили вот это и у меня вопрос я вот сейчас пересаживала ту и там такая же проблема растения то есть получается что у растений во первых там песок это не то что то что не я сажала то что я сажала я там вырезала агротекстиль смешивала вот этот песок с водородной землей а все остальные они посажены фактически на агротекстиль насыпанный песком и то есть у них корни не пойдут глубже они вот сколько будет 20-30 сантиметров поэтому у меня вопрос к этим дизайнерам ландшафтным возник зачем так делать сейчас вот тоже здесь убрала угол агротекстиля потому что здесь он был тоже агротекстиль целая куча песка смешала этот песок с плодородной землей и в общем надеюсь что все будет хорошо но как будут эти растения у них будет корневая система только по поверхности она вниз не пойдет поэтому неудивительно что растение здесь себя чувствовали не очень и как будет дальше у меня большие сомнения вот вот это вот я сажала барбарис с вами и вон тот барбарис хорошо прижились уже смотрю расти пошли вот эту хосточку сажала и вот этот вот барбарис admiration кстати уже проявил свою окраску на солнышке красивый красненький вот вот эти барбарисы посажены это подозреваю кое-как сосна можжевельник и вот этот барбарис и ту я была также посажена в песок на агротекстиль я думаю тоже ну во первых плохие корни как как там было и фиг знает как посажен приходится исправлять ошибки вот этих вот ученых ландшафтников вот злак гортензия тоже там тоже один песок был тоже пришлось все вытаскивать заменять я думаю такая история просто везде поэтому растения не развиваются и чахнут как-то так или здесь есть расцвела вот этот лилейник я пересаживала сюда и нет этот там был ладно сейчас пролью культи кто там у нас культифорд культифорд заказывала магазин магазине агрополка скидка 10 процентов по промокоду джанаки там на все препараты препараты можно там все купить и я в следующем видео покажу что я жду для обработки от болезней вредителей и удобрения и промокод джанаки 10 процентов это постоянная скидка от нашего канала мы дружим с этой хозяйкой магазина она нам предоставила такую персональную скидочку поэтому я и и вы покупаете 10 процентной скидочкой пользуйтесь промокод джанаки магазин агрополка здесь вот поставлю контакты магазина есть и будет еще акция на октару в следующем видео скажу вот так что пошла работать лиственница показал лиственница зачет питомник тайга как раз культифорд предназначен для укоренения питания укоренения растений сегодня в шортиках кстати прикольно вот в этих вот штуках работать можно ноги себя помыть вот лиственница сейчас покажу с моим ростом то есть я метр шестьдесят вот лиственница давайте пожелаем нам хорошего приживания все-таки посадочный материал это такая штука может и не повезти но очень надеюсь что повезет во всяком случае вид у лиственницы вполне живой и здоровый вот наложила эти камни и и еще плитку не нашла я камни но пока что пусть полежит чтобы не сдуло чтобы не сдуло чтобы укоренилось еще сейчас горшечные вот эти вот вот эти вот горшечные композиции подкормлю удобрением я забыла сказать здесь мужевельник он я посмотрела трехствольный надо бы конечно один ствол оставить я сейчас один удалю вот тут вот начнет нарастать сбоку потом второй удалю оставлю один чтобы он был аккуратненьким столбиком что если оставить так он будет очень широкий будет разваливаться от снега сейчас буду выбирать какой оставлять какой удалять с хозяйкой конечно сначала посоветуюсь но в идеале оставлять один всю брал а пока один ствол потом уберу второй и при И щипнула побеги вот эти, чтобы они не становились тоже стволами. Ну, чтобы не так шокирующе, что ли, было. Пусть пока обрастает. И чтобы, ну, хозяева не офигели сразу. Просто сейчас непонятно, а потом, когда он обрастет, будет один такой прикольный ствол. Ну, и лиственнице мешать не будет, потому что лиственница тоже наберет объем, она будет объемная. А здесь будет высокая палка, а здесь будет пышная борода. Вот, как-то так. Вот, я решила оставить этот, а этот уберу, но не сразу. Все, друзья, покосила. Сейчас пойду на второй участок. Так, я пришла на второй участок. Здесь еще делают помостики. Здесь растут колоновидные яблочки. Три яблочки, одна с плодами. Так, вот я в прошлый раз делала. Убирала полоску газона и клала кору. Здесь вот под туйками. Здесь еще туйки обработаю от болезней ракурсом. И буду вот эту полоску делать. Но здесь на всю не хватит. Насколько хватит, там несколько мешков осталось. Потом будем докупать кору. Сейчас у меня работы будет замульчировать. Насколько хватит коры под этими туйками. Ну, этот тот же самый ландшафтник делал этот участок. Вот хозяйка очень недовольна вот этими, вот этим уголком, который он сделал. Посадил три можжевельника и какой-то страшный можжевельник. Будем переделывать угол. Наверное, вот так вот отгораживать. Потом мульчировать, убирать. Она говорит, очень мрачно. Убирать эти можжевельники. Я вообще предложила сюда посадить клематис и композицию. Хозяйка хочет вроде штамповую розу. Ну, это, видимо, будет весной. Вот. Кара очень крупная. Вот такая. Смотрится, кстати, ничего. Сейчас уложу вторую полосу. Здесь видите, какой подиум будет. В газоне клевер. Здесь туи тоже сажал тот. Дизайнеры болеют. Сейчас, не знаю, попробую ее ракурсом полечить. Но мне кажется, с ей совсем худо. Худо-прихудо. Вот эти ничего. Кертензии зацветают тоже. Ладно. Задела. Ага. Это, походу, садовый центр подворья. Не знаю, то ли это подворье, где интернет-магазин. Но вот так вот меня занесло. На нем написано подворье. Сейчас покажу. Это он так выглядит. Я, честно говоря, подворье представляла себе немного покруче. Вот. Прямо на дороге. Подворье. Друзья, напишите, он, не он. Я думала, больше он, ассортимент больше. Ну, это может быть и другое подворье. Нет, друзья, это не тот подворье. Я спросила. Они сказали, что они раньше появились и раньше назвались. Поэтому такая получилась. Два подворья. Ну, это тоже прикольно. Оказалось, что я сделала. Вот настолько у меня хватило коры. Снимала газон. Вот до сюда. Еще, конечно, осталось два мешка. Но на меня напали мошки. И уже позднее. Я не успею домой. Поэтому я поснимала пласты газона. Было очень сложно. И там корни. Утой. Такие. Такая мульча. Крупная фракция. Часть работы выполнила. Работалась уже в 50-й час. Намылилась домой. Такая чистенькая. Сполоснулась. Вот. Поеду домой. Из дома вам еще что-нибудь поснимаю. Налазилась в кустах. Сейчас это. Налазилась в кустах. Мульчировала ту. Какие-то мошки лезли. Лезли в глаза. Кусались маленькие. Я уже фактически там на ощупь закрытыми глазами. Это делала. Потом было млад. Там еще две туи можно было замульчивать. Но я уже просто не смогла с ними бороться. Да. И домой пора не успею на электричку. Вот. Такой у меня рабочий день сегодня. С утра и до вечера. Собираю посылку. Леня отправляет в кашпо. Кстати, сейчас покажу новый цвет. Он даже поинтереснее этого. Ну, еще плюс у меня заказали растения. Сейчас медленицы отправляю. Они присылают благодарные клиенты фотографии их растений в новых кашпо. Я сейчас вставлю. Очень много людей после того, как закажут, они приходят повторно заказывать. Поэтому за качество отвечаю. Спасибо вам, друзья, за ваши фото. Лене очень приятно получать и видеть результат своей работы. Я смотрю, и гортензии сажают. Есть вот разные размеры. От маленького до большого представлены. И однолетники, и многолетники сажают. И разные вариации цветов. По-моему, выглядит здорово. Вот так в ваших садах выглядит Ленина кашпо. Здесь вот я приклеила ведуницы, вот так вот, чтобы они в процессе пересылки ничего с ними не случилось. И кашпошку сюда. Так, все должно доехать. Хорошо. Кстати, пересылка растений в течение недели вполне не выдерживает. Теперь, если они вдруг перевернут на почте, здесь ничего не выполнется, я надеюсь. В любом случае, их потом посадить, притянить, и все будет в порядке. Вот, так что, новое красивое кашпо на 12 литров уедет к нашей зрительности. Вот такая у нас мастерская. Завтра отнесем посылочку на почту. Вот, кстати, у нас есть в наличии кашпо на 40 литров из цвет Венге. 12 литров цвет Венге и беленький на 12 литров. Я подготовил вот это на 20 литров. И давайте я вам покажу новый цвет, который у нас появился. Мы, наверное, вот такой вот уже не будем брать. Мы взяли поинтереснее цвет. То есть, вот это золотистое мы взяли куда интереснее. И я вам сейчас покажу. Так что, кто успел. В принципе, можно, если будет много желающих, можно будет еще заказать такой цвет. Но сейчас я вам покажу что-то круче. Так, вот новый цвет. Он тоже золотистый, но у него такая фактурка, она поинтереснее. Классный ротанг. Вот беленький наш тоже любимый ходовой. И самый любимый это Венге. Больше всего его заказывают. Так что, вот такой вот есть. Имейте в виду. Здесь оставлю номер. Ватсап. Ну, можно и звонить, в принципе, Лене. Можно писать. Он очень общительный. Подскажет вам. Поможет выбрать размерчики. Да, Лень? Трудяшка. Заказывайте побольше. Да, заказывайте побольше. Лень у нас трудоголик. Он плетет, плетет. И очень благодарит вас за то, что вы присылаете фотографии. Спасибо большое за ваши заказы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.